Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. Предлагаю вашему вниманию сказку. Три собаки. Сели поудобно, а я набираю воздуха в лёгкие. Нашёл щенок кость. Только стал её грызть, а тут откуда ни возьмись, большая собака. Отняла она у щенка кость и потащила её к себе. А по дороге столкнулась с другой, такой же большой собакой. Отдай-ка мне кость! Не отдам! Началась у них тут драка. А щенок подкрался, схватил кость и убежал. Остались собаки ни с чем. Так им и надо. Да, вам сказочка, а мне бублика вязочка. Но на этом я с вами не прощаюсь, а продолжаю дальше беседовать. И для нас вот эта картинка, где собаки, которые косточку не поделили, вот как раз-то мы об этом и будем говорить. Потому что такие, ребята, случаи бывают и с человеческими детёнышами. Особенно, когда в школу малыши приходят. И вы знаете, даже вот иногда малыши боятся заходить в туалет. Мальчики. Среди девочек я не знаю таких историй. Вот, чтобы их там в туалете обижали старшаки. А вот с малышами и мальчиками вот такое часто и густо бывает, что есть такие зловредные старшие мальчишки, которые обижают маленьких. И где-то всего лучше сделать в школе, да, в туалете в мальчишечке. Поэтому малыши иногда и боятся туда соваться. То ли денежку заберут у малышей, да, то ли даже телефон. Вот поэтому, вы знаете, в некоторых школах, вот, может быть и правильно, что камеры ставят, чтобы было неповадно, чтобы понимали, что увидят, кто это таким делом занимается. Вот. И не будут с ним дружить. Вот. Ну, вы знаете, а есть такие вот детки, которые очень часто пытаются сделать кому-то плохое. Но не по-всякому. Они могут, когда подрастают, тогда плохое делать уже даже и взрослым людям. Но только они хитрые. Они нападают именно на беззащитных. Да, были случаи, правда, о них не хочется говорить, но я о том, чтобы вы, ребята, умели себя защитить. Можно в школе громко кричать. Да, учительница услышит, или дежурная по этажу и забежит. Да, поэтому надо же как-то защищаться. Ну, конечно, эти псы, которых вы видите перед собой, они, наверное, вот как раз относятся к категории тех плохих больших мальчиков, которые в школе обижают малышей. Почему они сцепились друг с дружкой? Потому что жадничали, да, потому что а по силе они почти одинаковые, да? Ну, конечно, сильный слабого не хочет трогать, наоборот, хочет трогать, да, это он просто не хочет трогать себе равного. Ну, а тут так получилось, что косточку нашел, то не нашел, а отобрал у щенка. Вот этот с коричневатым окрасом пес, а отобрал серый пес у коричневого, ну, вот они и закружились друг с дружкой, как в центрифуге машины, да? Вы посмотрите, в каком они азарте друг дружку, ну, прямо тут не поймешь, они крутятся, наверное, вцепились друг в друга своими зубами и прям катаются по земле и не смотрят целы ли они сами, больно им или не больно, поэтому, когда идет борьба, то тут уже про боль как-то совсем забывают уже, как как будет, так и будет, кто победит, а кто проиграет, ну, получается, что проиграли оба, и серый, и который у нас с коричневатым окрасом, а победил кто? А победил маленький щенок, так что же получается, получается, что в жизни есть какая-то вот справедливость, что не обижай маленьких, потому что на твою силу найдется другая сила, поэтому любители обижать малышей, вот тут намотайте себе на ус, что сколько бы ниточки не виться, все равно приходит конец, это я к тому, что попадет и тому, кто первый начал обижать, очень даже попадет, ну, вот, ребята, сказку прослушали, прослушали разбор этой ситуации, а теперь я вам говорю, нажимайте колокольчик, ставьте лайки, чтобы я знала, насколько вам нравятся мои сказки, мое чтение, всего вам доброго, доброго.